Если немного углубиться в русскую литературу, в театральное искусство или в кинематограф, то покажется, что большинство произведений основаны на трагедии, человеческих страданиях, боли и тоске. Такое чувство, что драма — это наш смысл жизни. И самое главное, нам читать и смотреть такие работы нравятся. Возникает вопрос, может, без драмы мы просто не смогли бы существовать? Ну, действительно, драма — это что-то такое наше родное. Ну, и как она представлена в различных видах творчества, и кто лучший драматург — человеческая фантазия или сама жизнь? Об этом будем говорить с нашими гостями. Если вам есть что сказать или спросить на эту тему, то пишите сообщение на номер 8-938-481-3427 и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Называется он «Телеканал Краснодар». Да, ну а право начать программу предоставим театру, с которым в Краснодаре в первую очередь ассоциируется слово «драма». Это театр имени Горького. И у нас в студии его главный режиссер Арсений Фогелев. Здравствуйте, Арсений. Здравствуйте. Давайте для начала, да, оттолкнемся от темы и разберемся с названием. Все-таки театр драматический, но с жанром драмы он практически не связан. Вот поясните название. Ну я думаю, что все-таки тут две коннотации можно привести. Первая – это, конечно же, разговор о драматургии. Второй разговор – это о жанре той же самой литературы или какого-то искусства. Это драма, безусловно. Поэтому в самом названии театр драмы, как мне кажется, несколько коннотаций может быть. Да, все-таки. А это, наверное, со временем, да, со временем коннотацию вторую приобрел театр? Мне тяжело сейчас вспомнить всю хронологию, как все развивалось, да, но обильное такое развитие театра произошло в 20 веке, да, на нашей территории. И, как мне кажется, драма, как один, наверное, из самых популярных жанров в литературе и, собственно, в театре, он обрел популярность, и большинство из театров называются драматическими. Но в то же время это разговор все-таки о драматургии, о драматургической составляющей. Театр, который… Ну это не музыкальный театр, да, там театр… Ну да, не балет. Да, да, это театр драмы. Да, и вы как раз сказали, что все-таки это популярный жанр. Да, безусловно. И сейчас, который свежие постановки или, например, из недавних, у вас большинство или… Ну нет, я бы не сказал. До недавнего времени у нас, да, было на театре написано «театр драмы», а драм в нем было, ну, там только два спектакля всего, наверное. Сейчас репертуар более-менее уравновешен, в нем стало больше сложных, серьезных спектаклей, которых можно назвать драмой, и какая-то часть, безусловно, спектаклей есть для отдыха, для души, романтические спектакли есть. Но, как мне кажется, сейчас максимально такой вот компромисс между зрительскими спектаклями, простыми для восприятия и сложными для восприятия, он сейчас максимально эффективный, мне кажется. То есть сложными вы какие называете? Вот эти драматические, они сложные? Ну, безусловно, да, безусловно. Все мы говорим, что мы любим Достоевского, но очень немногие его перечитывают, я так думаю, что очень мало людей, которые готовы это перечитать. Плюс еще, если говорить о каких-то жизненных, да, там, драмах, то многие как говорят, что у меня в жизни этого достаточно, мне надо мне это на сцене показывать, ну, или в кино. Тем не менее, как вы замечаете, что сейчас такую социальную функцию, которую раньше выполняли, в 19 веке выполняли романы, сейчас социальную функцию выполняют сериалы. И большей популярностью пользуются именно драмы, как вы, наверное, можете заметить. А почему вы сказали сложные? Сложно их переживать, актеру, или... Я думаю, что это сложно для восприятия. Все равно мы южный город, и от этого никуда не деться, что здесь, ну, как бы цветы цветут, фрукты растут и так далее, и нам хочется, чтобы все было полегче, попроще. Это, я не знаю, на каком-то, наверное, уровне подсознания есть. Поэтому, когда человек даже на афише смотрит, что это драма, у него предзастережения какие-то внутренние возникают. «Ой-ой, сложно, я не пойду». Но на самом деле, когда человек сталкивается там, ну, допустим, с спектаклем, да, со сложными, ему становится интересно. Из этого можно вывести, что зритель иногда сам не понимает, чего он хочет. Вот, он как по привычке требует того же, что ему понравилось в предыдущий раз, но придя на что-то новое, он открывает вот эту вот, скажем, новую потребность. Ну, мне казалось, что драмы наоборот, что это трагедия, драмы вызывает такой интерес у человека, а что на драмы, на постановки драматически меньше людей ходит. Я думаю, что да. Я думаю, что спрос... Ну, в последнее время, повторюсь, этот баланс нивелируется, да, но если мы возьмем, допустим, статистику пятилетней давности, то прям очень много было запросов на комедию, комедию полегче, попроще, чтобы весело было, чтобы поплакал и все хорошо там. Ну, все как бы очень предельно на первичных таких функциях восприятия, чтобы работало. А если какая-то сложная история, если плюс еще нужно подключать больше, скажем так, какие-то мыслительные процессы или нужен еще какой-то багаж, да, какой-то опыт свой на смотренности, на читанности, то это прям становится, может стать проблемой в посещении зрительными театрами. А все-таки проблема и сложность в том, что это драма, или потому что это все-таки когда-то было литературным произведением? Нет, я думаю, что сложность в том, что большинство людей ощущают себя так или иначе, ну, в каком-то... Это цитата. У меня и так в жизни много драмы. Зачем мне еще приходить на что-то такое смотреть? Наверное, вот в этом причина. Да, еще изначально драма пришла на смену трагедии, а драма – это как бытовые какие-то проблемы. Да, безусловно, безусловно. И отсюда новые, опять же, цитаты могут быть, что... Ну, то есть не надо мне эту всю кухонную историю, но у меня на кухне все это происходит, да, поэтому драму сейчас уже меньше, но часто очень раньше сравнивали с бытом, с чем-то посредственным, тем, что происходит каждый день, тем, что меня не обогащает, потому что трагедию считали высоким жанром, который меня обогащает, потому что человек стоит на уровне жизни и смерти, на уровне какого-то высокого, ну, выбора и так далее. В драме, конечно же, такие вопросы меньше ставятся. Вопрос. От зрителя. Если говорить не о готовых пьесах, а о постановках больших форм «Мастера Маргариты», к примеру, не жалко кромсать классика? Кромсать классика? Вот такой вопрос, да. В смысле делать... Понимаете, как хотите. Делать из большого романа какое-то, да, сценическое произведение, но, вы знаете, если вам хочется почитать роман, вы берете и читаете роман. Приходя на спектакль, вы смотрите все равно какую-то трактовку, какое-то все равно есть по мотивам. Невозможно передать целиком полностью роман. Даже если человек напротив меня сядет и будет читать роман, он будет читать это со своим тонацией, со своей интерпретацией. Это две разные вещи. Поэтому, когда человек идет на спектакль, который может называться «Мастер Маргарита», который поставлен по роману, не нужно ждать, что он увидит все, как он себе представлял в 16 лет, когда читал этот роман. То есть вот это представление у него, ожидание его разрушится. Это как многие говорят, что книга лучше, не то, что фильм, не то, что постановка. Потому что книга – это моя собственная интерпретация. Я читаю, я сам вижу, я сам как бы домысливаю и так далее. Это все равно свое твое чтение. В этом и прелесть чтения, что это всегда сотворчество. Что автор пишет, а я додумываю или дофантазирую. Да, бывает, читаешь, представляешь человека, а в конце узнаешь, что он был с усами, и уже все ломается в голове. Да, или как с Гамлитом, что был тучен и отдышлив. Но все-таки, если говорить про театр, как этот жанр драмы представлен в театре, и какие ему элементы присущи? Да, какие обязательно, чтобы драма-то получилась? Ну, это очень сложный вопрос. Наверное, вопрос... Отличие, наверное, самое главное от трагедии должно быть. В трагедии это всегда вопрос жизни и смерти. В драме... То есть драма и трагедия это разные вещи? Я думаю, что да. А драма может быть где угодно. Драма может быть где угодно, да. Но есть популярный жанр драмеди, сейчас очень популярный, мне кажется. Там тоже есть драма. В трагедии, может быть, обороты какие-то драмы, но целиком и полностью все равно... Драма... Трагедия лишена сентимента, она всегда на пике. То есть там нету сентимента. А в драме этот сентимент может быть. То есть может быть такое сопереживание. Вообще раньше в Древней Греции, откуда родом, собственно говоря, жанр трагедии, очень сильно ругали за то, что было сопереживание у зрительного зала. Потому что они должны были наблюдать, как бы так спокойно, не подключаться эмоционально. Другими словами, не должно было быть, ну, скажем так, эмпатии по отношению к происходящему. Интересно. Ну да, трагедия, по-моему, это всегда плохо, а драма там по-разному. Да, да, да. Безусловно, и в драме вопросы могут быть, но не такого высокого порядка. Вот. А вам, как актеру, как режиссеру, какой жанр больше нравится? Мне тяжело сказать, потому что... Да любой жанр может быть... Все зависит от цели и задачи, что мы делаем. Если мы делаем какой-то спектакль с какой-то темой, не знаю, который подходит к жанру комедии, почему нет? Мы хотим... Мы можем поднять вопрос жизни и смерти с помощью комедии, можем поднять с помощью трагедии, можем поразмышлять, ну, как бы, на уровне драмы. Это все вопрос целей и задач. Наверное, во главу всегда ставится произведение, допустим, пишет Лермонтов Маскарад, это трагедия. Мы берем... Мы берем эту пьесу, она уже к ней... Ну, уже прилеплено к такой клише, заголовок, подстрочник, что это драма, это жанр такой... Ой, трагедия, это жанр такой, да? Мне тяжело выбрать, что мне больше нравится. Это странно. Хорошо, давайте поговорим о постановках, которые будут в драмтеатре. Да, у нас вот 18 мая, да? Премьера спектакля, 16 миллиметров, обратимые. Расскажите о нем. Ну, это, Ванна, вы, наверное, можете даже больше знать об этом. 16 миллиметров, обратимые, это формат кинопленки. Она была популярна очень в советское время, это такая, скажем, полулюбительская кинопленка. И это история об актрисе советского... О советской актрисе Валентине Караваевой, которая в 43-м году обрела очень большую популярность с выходом фильма «Машенька», но потом попала в аварию, и у нее был шрам на лице, вот, она очень... Ну, после этой аварии тяжело выбиралась. И после этого она нигде не снималась толком. И дома она сама себя снимала на кинопленку, и когда она умерла, в ее квартире нашли какие-то огромные чемоданы с кинопленкой, на которых она себя снимала в разных ролях. Вот в спектакле у нас есть какие-то, скажем, новеллы из вот этих... из этой ее кинохроники. По большому счету, это история, наверное, о творчестве, которое, увы, может быть даже и в стол, в данном случае в чемоданы. То есть, никуда не выйдет. Вопрос там, стоит продолжать творчество или не стоит. Да, то есть она снимала и никуда не публиковала. Никуда это не пошло, конечно, сама себя. Так, ну что, это драма? Я думаю, что да. Безусловно, это драма. Кто-то может это назвать трагедией, но я думаю, что это драма. Это безусловно драма. И второй спектакль это Снегурочка по мотивам пьесы Островского на планшете нашей большой сцены. И это, наверное, тоже драма. Наверное, тоже драма, но там все-таки есть автором названная это как трагедия. В нашем случае, я думаю, что трагизм будет, но все-таки, мне кажется, что это тоже драма. Расскажите, ну сколько шли, не знаю, репетиции? Сколько готовилось вообще в принципе? В среднем сейчас у нас такое время, что на спектакль где-то выделяется два месяца. Вот в пределах этих плюс-минус мы и работали. Спектакль Снегурочка это продолжение работы над эскизом, который у нас был в театральной лаборатории летом. Здесь театральная лаборатория, на которую приезжают за неделю режиссеры ставят эскизы разных произведений, и в том числе была Снегурочка. Там Артем Устинов поставил, первый раз прикоснулся к этому тексту, и было принято решение театрам доработать этот текст, и вот сейчас он его дорабатывает до полноценного спектакля. Там появляется сценография, костюмы, ну еще больше всего. А что драматического может быть Снегурочка? Драматического? Ну отношения, конечно же. Чьи отношения? Мужчины, женщины, там их много, любовные многоугольники, драматическая история, которая безусловно не лишена трагизма. Вопрос еще один. В пандемию вы играли для сети Пушкина в Болдина, проект закрыт? Ну, пандемия закончилась, значит, я думаю, пока что проект закрыт. Да. Хорошо. Да, вот если про Снегурочку говорить, год почти прошел, да, это нормальный срок, чтобы готовиться столько, или там много, или мало, наоборот? Я бы не сказал, что целый год же никто не репетировал, да? Нет, не в этом дело. Ну, я имею в виду, нет, не репетиция, а в принципе подготовка, что премьера только сейчас. Это даже хорошо. Это хорошо, когда есть год, иной раз меньше. Все продумано. Да, да, за год можно многое проверить, продумать, переделать, переделать, да, вдруг что-то придет в голову новое, это всегда хорошо. Поэтому год это нормально. Раньше, как раз, когда драматический театр на нашей территории набирал популярность, ну, скажем, в начале прошлого века, Станиславский репетировал по году, по два года спектакли. Сейчас эти вот, только до один, наверное, в Петербурге, который репетирует год, спектакля может быть два, в основном, это максимум полгода в театрах. Итак, получается, что, как вы сказали, все-таки немного людей сейчас хотят драмы в своей жизни, да? Я думаю, что сейчас больше. Ну, не то, что в своей жизни, готовы на это смотреть. Сейчас больше готовы смотреть? Мне так кажется, что да. Опять же, ну... А как это, с чем это может быть связано? Не знаю. Был период, наверное, может быть, связанный с тем, что после 90-х хотелось больше комедии, да, может быть, сейчас другой период. Может быть, сейчас период большего самоанализа и так далее идет, поэтому сложные истории принимаются, ну, как-то, наверное, больше популярности обретают. Наверное, так. Не тяжело это с чем-то связывать, это, наверное, каким-то социальным вопросом надо решать и с какими-то социологами разговаривать на эту тему. Да, а если смотреть со стороны как раз-таки режиссера, актера, мы уже примерно там обошли, что сложно ли или проще комедию поставить, или сложить... Что проще поставить? Что проще поставить? Ну и какие подводные камни? Вы понимаете, театр это такое, как, мне кажется, и кино, это такая же история. Никаких прогнозов нет. Иногда люди собирают какие-то команды, да, думают, что мы сейчас поставим шедевр, но не знаю, вот один из примеров, совсем недавно, одна, одна очень крупная киноинду, компания в киноиндустрии начала очередной, значит, проект под названием «Властелин колец», который благополучно закрылся, вот, с какими-то там миллиардными там бюджетами колоссальными. Проект закрылся, потому что посчитался неудачным, хотя они собрали команду, все продумали на берегу, но проект не пошел. И в театр, мне кажется, такая же история, что можно продумать комедию от начала до конца, но она будет не смешной, вот ничего не сделаешь, ну вот, ну не смешно, ну бывает такое. А хуже всего, знаете, когда в комедии не то, что не смешно, а то, что легкий смешок есть, что это. Почему это хуже? Ну, потому что, как бы, это такое одолжение со стороны зрительного зала, ну чуть-чуть посмеемся, все бывает. Конечно же, ну, мне сложно сказать, кому-то тяжело делать комедии, это все зависит от режиссеров, от постановочной команды, кому-то тяжело иметь дело с комедиями, кому-то, ну, с драмами тяжело. если смотреть фильмы, комедийные или драматические, то это всегда, актер, если он играет в комедийных фильмах, он продолжает всю свою жизнь играть в комедии. Бывает. Да, в театре все-таки люди более универсальные, да, они могут играть и в комедии, и в драме, или так же, как кино. Я думаю, что, тоже вопрос, спасибо, но вопрос сложный, потому что иной раз может человек действительно, ну, там, не знаю, вот есть у нас великий советский артист Андрей Миронов, да, который, ну, максимально у него получались комедии, мы это знаем, но в то же время выходит у него фильм «Мой друг Иван Лапшин», где он играет там драму у Германа Старшего, и это единственная, пожалуй, роль, одна из единственных ролей, где у него серьезная драматическая роль, где он, когда можно посмотреть, сказать, серьезный драматический артист. это сложно, как кому повезет. Может кто-то действительно попасть в какой-то вот клише, все этот человек, только в комедиях и нигде больше. Об этом говорил, по-моему, кстати, Сергей Бурунов, да, наверное, он говорил как раз о том, что, ну, счастье, когда тебя могут развернуть в какую-то другую сторону, как артиста, чтобы ты не был заложником одного амплуа. Ну, очень часто сам зритель, ну, как бы вешает клише и больше не видит актера в другой роли, только в комедии. Это, кстати, идея, хорошая идея для спектакля. Опять же, артист, которого не видят больше нигде, кроме как сам он внутри трагичный, да, и больше нигде никто не видит, кроме как артиста комедии. Идеи, идеи возникают на ходу. А скажите, кто из классиков, не знаю, большей популярностью пользуется среди драматических таких каких-то театров? Ну, кто, может быть, больше, не знаю, писал, кого чаще ставят? Ну, безусловно, если говорить какую-то мировую практику, самый популярный в мире русский драматург это Чехов. Его ставят больше всего и в России, и за рубежом. Я думаю, что кроме Чехов и Шекспира это вообще два самых ставящихся драматурга в мире. Вот. Если говорить про Россию еще отдельно, то это еще Островский, самый популярный. Как раз Снегурочка, да? Да, как раз Снегурочка по его мотивам. У нас будет сейчас спектакль «Беспредальница» в этом году, потому что у нас в этом году 200 лет со дня рождения Островского к этому будет приурочен. Ну, кстати, да, об Островском я чаще слышу, кстати. Не задумывалась никогда. Да, да. Это великий русский драматург. И его тяжело понять, почему он популярен только в России, потому что его тяжело понять на Западе. Ну, не то, что на Западе, а вообще где-то, где бы то его еще ни было в мире. Все-таки Чехов драматург более экзистенциальный, то есть, и более универсальный в этом плане. Островский, в пьесах Островского всегда присутствует вот этот русский быт. Итак, давайте еще раз повторим. Получается, что 18 мая премьера спектакля «16 мм. Обратимая», а 19-го покажете спектакль «Снегурочка». Так точно.